В 2022 году вступают в силу новые российские законы. Один из них позволит гражданам получать пособия по больничному листу и другие выплаты фонда социального страхования без заявления. При этом листы временной нетрудоспособности будут выдавать исключительно в электронном виде и с электронной подписью врача. Еще один закон касается индексации страховых пенсий. С 1 января выплата выросла почти на 6 процентов и в среднем по стране превысила 17 тысяч рублей. Согласно нововведением, пенсионный фонд раз в три года будет информировать мужчин, достигших 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, о предлагаемом размере страховой пенсии по старости. В этом году появятся и новые законы, связанные со строительством. Так, с 1 марта фермеры смогут возводить на землях сельхоззначение один дом размером до 500 квадратных метров и высотой до трех этажей. Главное условие – площадь застройки не должна занимать более четверти территории хозяйства. Палиативное отделение откроют в новой больнице Горноправдинска. Сейчас объект готов на 93%. Накануне его посетила губернатор Наталья Комарова. Напомню, больничный комплекс будет состоять из поликлинического и хирургического отделений, пищеблока, а также стационара на 50 коек. За одну смену медики смогут принимать 135 пациентов. Так, жители Ханты-Мансийского района смогут получать помощь по профилям терапия, неврология, педиатрия, акушерства и гинекология. В больнице будут работать 173 медика. Сейчас в штате уже есть 155 специалистов. – Есть какие-то вопросы у вас по оборудованию? – Нет, нет. – И это вы заказали? – Нет, все согласовывано было с нами. – Да, вы. – С вводом в новую больницу мы перейдем все, 100% из старой больницы, весь штат переходит. И потом, когда уже мы здесь полностью обоснуемся, так сказать, мы будем набирать новый штат ввиду того, что будет открываться полиативное отделение. Будут набираться врачи, средний медперсонал, младший. Сдать объект обрядчики планируют в марте этого года. Напомню, строительство объекта началось в 2019-м. Из-за дополнительных работ срок договора продлили. Служба жилищного и строительного надзора Югры и планируют провести предитоговую проверку объекта уже 17 января. – Строительные монтажные работы на объекте завершаются, закончен монтаж оборудования, приступаем к пусконаладочным работам. По подвалу ранее была проблема с подтоплением подвала, но выполнены работы по устройству наружного дренажа, но на сегодняшний день проблемы с подтоплением подвала нет. Подвал абсолютно сухой. Участие в югорском лыжном марафоне будет бесплатным. Об этом рассказал президент Федерации лыжных гонок Югры Сергей Крянин. Важным условием для спортсменов станет лишь наличие QR-кода. Тут у участников забега три варианта. Полностью привиться от COVID-19, сдать ПЦР-тест, ну или приложить справку о перенесенном коронавирусе. Главное новшество югорского лыжного марафона – в этом году забег пройдет в два дня. 8 апреля спортсменам предлагают пробежать 50 километров классическим стилем, а на следующий день, 9 апреля, состоится массовый старт. Лыжники выйдут на дистанции 5, 25 и 50 километров свободным стилем. А вот что не изменится, так это расположение трассы. Ее традиционно проложат в пойме реке Горная. Для участия в марафоне необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте Югра-Ски. Стоит обратить внимание, что на дистанции 25 и 50 километров до участия допускаются спортсмены старше 18 лет. В январе месяц у нас откроется регистрация, и как регистрироваться, у нас все будет на сайте. Участие бесплатное, как в прошлом году, да, там тратится бюджетное средство, там и на подготовку трассы, и было принято решение, что да, будет все бесплатно. Единственное, там какие-то дополнительные услуги, это в виде там именного номера или чего-то еще, а все остальное будет бесплатно.